Добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет немного нетипичное видео для моего канала. Походу я хожу часто, ну по крайней мере в этом году ходила часто, а вот с ночевкой и в палатке еще ни разу. Отправимся с вами сегодня в район Балаклавы с ночевкой. Так как мой поход начинается с Балаклавы, поэтому давайте немного прогуляемся по этому чудесному городу. Слушайте, уезжала из Ялты, у нас светило солнце, было ясно, а в Севастополе сегодня пасмурно, но тем лучше, не так жарко. Хотя погода сейчас у нас уже по-настоящему летняя. Обожаю Балаклаву, тут своя атмосфера. Заглядываете в переулки и вы здесь увидите разные вот такие столики, кафе по всей видимости это. Красиво, конечно. Хотя зимой здесь тоже можно будет посидеть в кафе. Набережная Назукино, она небольшая, где-то метров 500 максимум. Если вы сегодня хотите отправиться на пляж золотой или серебряный, это можно сделать на какой-нибудь лодке. Сегодня катают до серебряного пляжа за 150 рублей, а до золотого за 300. Городской пляж Балаклаве тоже работает. Написано, что пляж закрыт с 9 до 6. Как таковых пляжей Балаклаве нет, поэтому люди ездят на катерах на дикие пляжи. Заодно вам хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, вот так я там называюсь, где все фото и видео с моих походов, с новых путешествий, новости уже там. Поэтому обязательно подписывайтесь, там все выходит в реальном времени. Ну а мы с вами начинаем мини-поход. Мы закупились продуктами и сейчас будем идти по тропе к серебряному пляжу. Заодно вам покажу сегодня живописные виды, потому что виды оттуда открываются поистине волшебные. В этом месте уже начинается большая севастопольская тропа. Я здесь, в Балаклаве. Вот так вот она тянется, тянется, тянется до самой Любимовки. Вот такое здесь начало тропы, по правую сторону крепость Чембала. Тут очень много разных троп, главное не заблудиться. Хотя смысл в том, чтобы выйти к крепости сейчас наверх, а там уже будет видно, куда дальше. Очень много лодочек, катеров, красота. А там находится мыс Айя. Сегодня повезло с погодой, так как распогодилось, но, во-вторых, нет ветра. Периодически попадаются указатели. Перевал Ласпинский, в пути 8 часов, а вот до горы Аскетти 45 минут. Вот видите, как надо ходить в походы, вот с такими рюкзаками, не то что у меня. О, да, я бы тоже, конечно, покаталась на катере. Красота. Фоткай меня, пожалуйста, блогер. Чтобы не заблудиться, обращайте внимание на метки. Параллельно идет вот эта тропа. Тут непонятно, по какой идти. Какая вот тут красота. Сейчас как раз закатное время. Видите, я сейчас вам покажу, на какой пляж мы идем. Вот он, отсюда выведнеется. Он называется Ближний пляж, потому что находится ближе всего к Балаклаве. Ближе, чем Золотой пляж, он чуть подальше. И ближе, чем мыс Ай-Ай, пляж Инджир, соответственно. Надо очень аккуратно ходить, потому что тропа, она проходит прямо над обрывом, получается. И вот на эти камни вы никак не попадете, только с воды. Просто идешь и наслаждаешься. Сегодня еще так тихо, там впереди должен быть мостик. Еще в прошлом году старый мост обрушился. Там было сложно пройти, но совсем недавно сделали новый мост. Нежелательно здесь ходить после дождя. Ну, вот тут еще можно, среди можжевельников. Ой, как пахнет! Аж дышится легче. Слышите цикады? В этом году они стали петь раньше обычного. Севастопольская тропа протянулась на целых 119 километров. И чтобы ее все обойти, понадобится дней 8. Но, думаю, что она того стоит, конечно. Вот так вот вы идете над самим обрывом. Это такая мягкая порода после дождя может все обваливаться. Поэтому тут нужно очень аккуратно ходить. Ну, и вот этот путь, он самый такой небезопасный здесь. Видите, камень уже отворился. Вот, а там находится мост. Мы уже близко. Почти у цели. Там находится пляж, к которому мы идем. А, там вороны. Я думаю, что за звуки. Ну, и вот этот мост, который недавно починили. Теперь тут всем будет комфортно ходить. Вот над такой пропастью. Но, на самом деле, тропа несложная. Только единственное то, что нужно по ней идти аккуратно, так как она находится над обрывом. Тут есть местами опасные участки, но, в целом, идти несложно. Мы дошли до такого большого камня. Здесь развилка и указатель на пляж. Ближе к вечеру мы собрали палатку. Но, если бы точнее, Вера собирала. Я сейчас возьму интервью и спрошу. Вера, как тебе вообще это место? Потрясающе. Что чувствуешь? Чувствую блаженство. Гармонию и умиротворение. Внутри где-то как будто захватывает дух, но снаружи очень спокойно мне. Мне комфортно, спокойно. И в каком-то восторге внутреннем. Мне кажется, так я могу это описать. Мне уже этот мир абсолютно понятен. И я здесь ищу только одного. Покоя, умиротворения и вот этой гармонии. Для меня, походу, это действительно какое-то отдаление. Вот палатка, а не туалеты душевые. Ну, это, конечно, здорово, когда большие компании, оборудованные туалеты, конечно, важны. Сам факт, что уже больше доступно. По-моему, на Инжире ведь даже есть Wi-Fi на минуточку. Ну, то есть ты уже как бы... Суть похода какова? Как-то немножечко приблизиться к природе. Вот на этом пляже люди тоже остановились, но это уже не Серебряный пляж. Серебряный находится чуть подальше, а это уже более дикий. Такая дорожка от заката красивая. КОНЕЦ У нас уже утро, пока не так жарко. Я хочу подняться повыше и показать вам масштабы. Какие виды здесь вы сможете увидеть, если будете в здешних местах. А подняться я хочу вот на эту гору. Тут, в принципе, недалеко, но лучше всего это делать, пока солнце окончательно не вышло. Потом будет жарко. Вот такие виды открываются внизу. Я вам уже говорила, тут находится дикий пляж. Только что туда подошла лодка. Посмотрите, вот на эту скалу интересной породы. Видите, солнышко постепенно встает. Нашла тут небольшую поляну вот таких цветов. Никогда их не видела. Что это за цветы такие? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Солнышко постепенно уже встало. окрасила своими яркими лучами эту гору. Слышите, как цикада поет? Ну, а это линии райские места. Посмотрите, какая красота тут. Те горы. Там находится пляж Инджир. Ну, туда еще идти-идти. Очень красивые места. Обратите внимание на чистейшую воду. Сейчас вам покажу поближе. Чем-то напоминает мыс Хамелеон. Туда до конца тоже не добраться. А вот там совсем дикие места. Видите, какая чистейшая водичка. Ну, пляжи тоже такие каменистые. А вот за этим хребтом находится уже золотой пляж. Тут так тихо, спокойно. Периодически попадаются люди. Они в основном идут все на Инджир. В ту сторону. Дальше. А я сейчас возвращаюсь в наш палаточный мини-городок. И хочу сходить на пляж. А запахи-то какие. Просто так не передать. Тут очень много хвойных деревьев. Поэтому так легко дышится. Очень вкусные запахи. И птички поют, цикады. В общем, красота. Можно вот идти по этой тропе. А мы вчера сворачивали и шли вниз на пляж. И сейчас мне тоже надо будет где-то здесь спуститься. Просто хочется вам немного передать атмосферу. Вот по такому крутому склону я поднималась. А вот как спускаться? Вот правильно говорят, что порой спускаться сложнее, чем подниматься. И это тот самый случай. Я немного спустилась к пляжу. И здесь находится смотровая площадка со скамейкой. Такая сосна. Очень много сосен и можжевельника. Классное место. Где-то в этих местах снимали фильм «Дикари». Если кто смотрел, напишите в комментариях, похоже ли это место или нет. Вот так вот выглядит серебряный пляж. Людей здесь гораздо больше, чем на диком пляже. Поэтому купаться я буду на диком. А сюда пришла, чтобы вам показать это место. Видите, стоят ялики. И на них можно будет уехать в Балаклаву. Есть раздевалка. Это все новое. После ноябрьского шторма здесь этого ничего уже не было. И арендаторы восстанавливали все сначала. Все-таки я решила покупаться на этом пляже. Посмотреть, какая чистейшая вода. И здесь очень удобная галька. Песочек в перемешку с галькой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой я нашла еще один дикий пляж. Я стояла где-то там наверху и показывала вам виды. Да, купаться здесь, конечно, будет неудобно. Одни сплошные камни, но место живописное. Дима Торзок Боже мой! Мы не будут играться. Дима Торзок Обязательно еще в этом году вернусь в эти живописные места. Если вам это видео понравилось, обязательно поставьте ему лайк, потому что многие из вас почему-то этого не делают. А также не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. А у меня на сегодня все. Всем пока-пока! Как всегда, скоро увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok